Итоговое собеседование пройдут 1,5 миллиона девятиклассников. Почти 1,5 миллиона девятиклассников будут 13 февраля сдавать итоговое собеседование по русскому языку. Об этом на пресс-конференции ВРГ рассказал заместитель руководителя Рособорнадзора Анзармузаев. Введение итогового собеседования в штатный режим «Историческое событие», рассказал он. Апробация этой процедуры проводилась во многих регионах, в том числе и в национальных республиках. Проходить собеседование девятиклассники будут в своих школах, в комфортной и привычной для них обстановке. Ребята выполнят 4 задания. Чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Им может стать любой учитель, способный создать правильную психологическую обстановку, помочь ребятам разговориться. Минус. Что происходит с питанием в школьных столовых? Как рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова, собеседование должно способствовать формированию у школьников грамотной речи, умение правильно донести свою мысль. Тексты для чтения вслух и пересказа будут посвящены выдающимся россиянам, знакомым школьникам по урокам истории или, например, литературы. Оцениваются устные ответы по системе зачет, не зачет. На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Результаты собеседования станут известны не позднее 19 февраля. Дополнительные сроки проведения 13 марта и 6 мая. Кстати, самым популярным ЕГЭ по выбору в этом году стало общество знания «Бессменный лидер последних лет». Этот предмет будут сдавать почти 385 тысяч человек. На втором месте у физика, на нее подано 174 тысячи заявлений. Следом идет биология более 160 тысяч желающих ее сдавать. А вот история, которая раньше была в топе, оказалась только на четвертом месте. В 2019 году ее выбрали около 139 тысяч школьников. Топ-5 предметов по выбору завершает химия. 110 тысяч участников. Рост популярности предметов естественно-научного цикла очень важная тенденция для страны, подчеркнул Анзар Музаев. Всего на участие в ЕГЭ 2019 подали заявление более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников. Общество образования ЕГЭ в России.